Здравствуйте, в студии Владислав Юридсун. Сегодня мы поговорим о проблеме сохранения личных данных. Это у нас в гостях Андрей Дмитриевич Ваякин, эксперт по информационной безопасности. Здравствуйте. Здравствуйте, Юридсун. Ну, Казахстан, он как бы это не сферический Казахстан в вакууме. И в сфере информационных, скажем так, новшеств вокруг вот такие события происходят, как в России собираются создавать единый реестр. Ну, то есть, человек, и о нем данные все в одном месте. Обычно с каким-то лагом это переходит на Казахстан. Вот давайте сначала с России начнем. Это уже вопрос у них решенный или пока еще ведутся споры? Насколько я знаю, вопрос у них вроде как решен. Хотя общественность очень негативно это восприняла. То есть, были массовые выступления деятелей искусства. Это можно посмотреть в ютубе. Но, тем не менее, Госдума пропустила во втором чтении этот закон. И вроде как президент его одобрил. Я могу свое мнение высказать по этому вопросу. То есть, я многие вещи, честно говоря, не понимаю, что будет завтра. Ну, давайте начнем разговор с того, что я как-то для себя два тезиса определил в нашей беседе. Это первый тезис. Еще раз вернемся к вопросу, что такое информационная безопасность. Ну, в силу того, что я специалист в этой области. Я в свое время как-то с беседой с вами формулировал, что информационная безопасность в моем понимании это две глобальные вещи. Это здравый смысл и доверие. Вот уберите одно из двух понятий, и у вас такой информационной безопасности в принципе не будет. Там должны быть только два крыла, на одном крыле не полетаешь. Да. Если с точки зрения здравого смысла, то есть, есть как-то вопрос, еще можно полемизировать. А вот с точки зрения доверия, как у каждого есть жизненный опыт, вы чему-то доверяете, чему-то не доверяете. Но доверяете либо на фактах, либо на примерах, либо на какой-то статистике. Либо вы доверяете людям, которые вы хорошо знаете, уважаете, и которые для вас являются авторитетом. Поэтому, к вопросу о создании единого регистра, я как человек в области информационной безопасности, честно говоря, не верю, что этот информационный регистр, грубо говоря, будет хорошо защищен. Вот практика у меня такая. То есть, сколько лет я работал в этой области, я точно знаю, что абсолютной защиты быть не может. А в силу того, что ее быть не может, и эта информация, которая будет находиться в этом кредитном регистре, будет являться достаточно критичной и имеет свою определенную стоимость, будем вещи называть своими именами, то есть, ее просто украдут и продадут. Ну, это практика. В России, по-моему, нет ни одной базы, которую в Дарк Митте нельзя найти. То есть, у каждой базы есть свои... Пусть это автомобили, пусть это состояние здоровья, пусть это банковские счета, все можно посмотреть. Ну, абсолютно да. То есть, на сегодняшний день примерно так. Опыт мой. Вот вы можете верить, можете нет. Ну, я не буду сейчас... Второй тезис у меня был такой, нашей беседы, я не буду касаться никаких конспирологических каких-то вещей, да, то есть... Будем говорить только конкретно на моем жизненном опыте и на фактах. Можете мне доверять, можете мне и доверять. То есть, ну, вот, какие-то вещи я буду приводить как примеры. Через меня проходил очень большой объем информации. И баз данных, и различных информационных потоков. Зачастую эти информационные потоки были систематизированы, где-то они потом систематизировались в процессе работы. Но я точно могу сказать, что стопроцентной защиты от того, как эти потоки или ко мне приходили, или как они попадают внутрь, внешнюю среду, точно нет на сегодняшний день. Вот, поэтому вопрос о едином регистре, почему вот эти вот все деятели искусств выступили как-то единым фронтом? Потому что никто не хочет, чтобы очень критичные данные об этих людях, то есть, а это, фактически, ваше досье, ваше финансовое досье, уплаты налогов, то есть, все, ваше имущество, да, то есть, реально просто стало доступно кому-то извне. То есть, ну, кому-то извне, это первое, это, грубо говоря, мошенникам. То есть, кто у вас завтра будет шантажировать, кто у вас это будет вымогать. Ну, это естественно. Нормальному человеку зачем знать о другом человеке такую плотную информацию, если у него нет корыстного интереса? Нам приводят в качестве аргумента пользу создания этой единой базы данных, а то, что она будет использоваться спецслужбами, она будет использоваться госорганизациями, для того, чтобы планировать хозяйство, планировать учебные процессы, медицинское обслуживание, наоборот, защищать нас от всевозможных посягательств, вот именно этих же мошенников. Ну, это вот, понимаете, это вопрос такой полемический, на самом деле. Вам или мне запретили, допустим, нам запретили по законодательству иметь оружие. Ну, вот, нож, финка, холодное оружие, за которое вас, в принципе, могут привлечь, да, потому что этой финкой вы можете совершить преступление. Но, с другой стороны, у вас есть молоток. Этим молотком вы тоже самое можете совершить на самом деле. Или шилом. Ну, шилом, молоток, топор. Я иду там, я извиняюсь, с гвоздодером или с тем же топором, да. То есть, меня можно арестовывать? Или нет? Или я все-таки иду по каким-то своим делам? Ну, у меня в руке инструмент, с помощью которого я могу совершить преступление. Вот, давайте посмотрим на эту базу данных, которая сконсолидирована, которая является инструментом как раз для тех структур, про которых я говорил. На самом деле, так сказать, ее же можно использовать именно для того, чтобы сделать вашу жизнь вообще кошмарной, да. То есть, обокрасть вас, так сказать... Переписать недвижимость. Да, вообще может нивелировать вашу личность, так сказать, я понимаю, ваших родственников, ну, например, заложники ваших детей там взять, все что угодно, да, то есть, сделать вашу жизнь сплошным кошмаром. Меня убеждают наоборот. Ты, мы все захороним, все будет чики-чики, ты, так сказать, ты не бойся, все будет хорошо. Мой жизненный опыт говорит о том, что никто никогда этого не сделает. Элементарный процесс. Кто самые страшные люди в любой финансовой структуре на сегодняшний день, да, с точки зрения информационной безопасности. А в менеджере? Нет, нет. Ну, в менеджере это человек, который работает уже с информацией. А люди, которые консолидируют информацию, хранят эту информацию, которые понимают инфраструктурно, как эта информация живет в системе, это системные админы, системные администраторы. Вот главные системные администраторы систем, которые прекрасно понимают, Где хранится база данных Как она бэкапируется Каким образом эта база данных Взаимодействует с информационными системами Их единицы на самом деле И вот самый сложный процесс В любой организации контролировать именно этих людей То есть жестко их контролировать Не получится, потому что надо Грубо говоря иметь уровень Образования и знаний Такой же как у них, чтобы понимать что он там делает Но их можно проверить на уровне доверия Ну а что такое проверять на уровне доверия Это значит Какое-то последовательство мероприятий Которым вы можете посмотреть Опять-таки доверяете этому человеку или нет Как он жил и как он стал жить У него не было машины, стала крутая машина Он поменял квартиру У него появились любовницы Дорогие любовницы Ну дорогие там В ресторанах просаживают кучу денег Или не дай бог еще в казино Стал играть Откуда-то появились финансовые потоки Вот это есть галочка По которой надо присмотреться к этому админу Естественно существуют способы Существуют ограничения для работы с администраторами Но они сто процентов Вот я отвечаю Они не являются гарантированными То есть если хороший специалист захочет вас кинуть Он вас кинет Вот в чем все дело Поэтому вопрос Если мои данные будут где-то консолидироваться И мне будут говорить Что ты будь спокоен Не переживай Эти данные только у нас будут храниться Вот я в это не верю И меня никто в этом не убедит Потому что у меня есть жизненный опыт У меня есть куча примеров Я понимаю как это работает И поэтому для меня Вот это очень большой вопрос С одной стороны Да Я понимаю что Очень удобно Сейчас вот Самая такая популярная тема В связи с ковидом Это цифровизация Вот цифровизация Там все хорошо Давайте будем переводить все в цифру Статистика очень простая Вот я перед передачей посмотрел Вот наша финансовая система В день в день Генерирует наша платежная система 3 триллиона тенге Проходит через платежные системы В минуту 5 миллиардов в тенге Проходит через платежные системы Казахстана То есть это как раз вот та тема Которая больше всего интересует мошенников Интернет платеж На самом деле он же никакого имеет отношения Я с тем же молотком не приду Вас по голове не ударю Я не заберу у вас кошелек В котором у вас есть наличные деньги Это совершенно другая тема Интернет тоже трудно отобрать А как вы его отберете Значит вам нужны будут данные Данные моих карточек Мои персональные данные Для того чтобы сымитировать мое поведение И подстроиться под существующий процесс Кредитования в тех же финансовых институтах Онлайн К этим структурам там тоже очень много вопросов Вот возьмите сейчас сколько появилось Компаний и направлений в кредитовании Это не только банки Это малые кредитные организации Это ломбарды Сейчас кредитные товарищества появились И у меня например Как обыкновенного жителя нашей республики Всегда ответил вопрос А почему запуская вот эти проекты на рынок Государство заранее не просчитывает шаги А что будет потом Посмотрите Кредитные Малые кредитные организации Даже не МКОшки Интернет компания Это компания которая работает по выдаче кредитов Через интернет Они до такой степени упростили процедуру выдачи То есть где в принципе я как человек там присутствовать не должен То есть это можно делать через интернет Там проверяются определенные данные Через базы данных Программы которые там доступны Через какие-то аналитические инструменты Рынок порядком 9 миллиардов на момент старта В Казахстане Да 9 миллиардов долларов Это достаточно интересный рынок За который компании стали бороться Но они были саморегулируемы То есть национальный банк Выводя на рынок этот проект Фактически отстранился и стал смотреть А что же получится А что получилось У них годовой процент по кредиту Да То есть порядка 900 процентов был 900 процентов Это какой-то нормальный человек эти деньги может отдать Взять-то могут А отдать-то не могут И получается пузырь до такой степени надулся Что вот сейчас Назбанк начал вводить срочно ограничительные меры Потому что надо что-то с этим делать Человек не может Силу того, что он должен там Он не может пойти взять кредит в нормальном банке То есть система в целом пошла в перекос Опять-таки возвращаясь к нашему разговору За что борются эти компании Они борются за данные этого человека То есть они должны понимать Что он поддержеспособен Что у него есть какая-то кредитная история Лучше, конечно, если она хорошая И вот в этом случае Их маховик каким-то образом работает Я опять-таки еще раз говорю Я не верю о том, что данные Которые консолидируются в каких-то больших массивах Они абсолютно защищены Вот смотрите Сама тенденция накопления базы данных Она достаточно долгая И в перспективе это делается кропотливо Собираются данные Консолидируются потоки Стекаются А украсть ее На самом деле там одна минута Вставили флешку Вставили флешку Да, вот американские фильмы И все это дело утикает То есть американские фильмы Джон Стоуден Раз и утащил 20 камазов Если это переводить в бумажные носители Да Поэтому на самом деле Этот вопрос для России Он очень актуальный Потому что там В силу того, что население больше И бизнес-проекты достаточно более глобальные Для них это очень серьезно У нас тоже тенденция идет к этому Что мы цифровизируемся очень сильно Данные наши Все больше и больше Стекаются в определенные Базовые массивы И кто их будет защищать Я не знаю Потому что Ну вот посмотрите Просто я Андрей Андреевич Один момент Давайте сразу уточним А зачем государство Вот именно в одном месте Логика государства Здесь понятна Вот чтобы в одном месте Знать о человеке все Почему оно вот не может сохранять Вот так по секторам Как в старые времена Что финансовые вещи в одном месте Недвижимость в другом Здоровье в третьем Образовательные показатели в четвертом Ну на самом деле Понятно, что темп жизни у нас На сегодняшний день Очень высокий Выигрывает тот Кто максимально предлагает Дешевые Быстрые И какие-то вот Защищенные Услуги То есть Мне как пользователю Конечно это импонирует То есть Я тоже бы пошел По этому пути Другой вопрос Что Насколько Они защищенные На сегодняшний день Альтернативы Получение Быстрых Услуг Наверное На сегодняшний день Нет Потому что Иначе просто Бизнес встанет Старые методы Работы На сегодняшний день Они совершенно Не конкурентные Это же понятно Но с другой стороны Опять-таки Я что хочу подчеркнуть Сама система На сегодняшний день С точки зрения Контроля государства Она меня не удовлетворяет Ну как пример Приведу Что меня не удовлетворяет Извините Открыли Фонд Обязательного Медицинского Страхования Номер два То есть Меня каким-то образом Туда Как гражданина Не просто Призывают Запихивают туда Ты должен обязательно В противном случае Ты никакой Медицинской страховки Не получишь А я вот задаю себе Очень простой вопрос А первый фонд Медицинского страхования Который там Имамбаев Если я не ошибаюсь Первый президент Того фонда Который украл наши деньги Все данные украл Все базы данных Убежал в Америку И спокойно там живет Почему Это допустили Почему он там живет Почему никто не ответил За то что Извиняюсь Было украдено Не только деньги Но и мои данные Которые находятся там Поэтому Я сто процентов Опять-таки Утверждаю На своем жизненном опыте Что все данные Которые будут Сконсолидированы В базах данных Они будут доступны Не только Нашим мошенникам Они будут Сконсолидированы И доступны В первую очередь Спецслужбам Тем же американцам Что они с ними Будут делать Это второй вопрос То что они будут Доступны И их продадут Это однозначно Потому что На их серверах Это все будет храниться В том числе То есть На сегодняшний день Вот почему Допустим Многие компании Отказываются От размещения Своих данных В облачных технологиях В облаках То есть Строят облачные технологии Но они локальные То есть Для компаний То есть Компания разворачивается На своих серверах Но не выходит В облака То есть Там хранят Некритичные данные Какие-то большие массивы Которые в принципе Ну Бурки Цифровые данные Которые Нельзя привязать К персональным данным Как-то вот так Меня Как обыкновенного гражданина Это вопрос Очень сильно волнует Потому что На самом деле Идет дикое противоречие Идет дикое противоречие Между законом О персональных данных И накоплением Моих данных В единой точке Со всех вот Массивов Я живу Я оставляю везде следы Я там женюсь Я хожу в рестораны То есть На сегодняшний день Куча компаний Которые собирают Данные обо мне Из соцсетей Отовсюду Где бы я ни был Да Не спрашивая Разрешения Моего Их консолидируют Делают на них Аналитику Эту аналитику Продают Я получаю Постоянно Какие-то на телефон Сообщения Мне предлагают Какие-то рекламные акции То есть Спама Линейку лекарств Да То есть На самом деле Это как раз Вот те Процессы Которые сейчас В цифровизации Они просто очевидны Они идут Против них Ничего сделать нельзя Их нельзя запретить Но понять Каким образом Мы завтра будем В этой системе Жить Я все-таки Хотел бы И я бы хотел Чтобы государство Определило Четкие правила игры Я элементарно Свои опасения Могу сказать Я например Не хочу Подать налоговую Декларацию Полностью То есть Вывернуть себя Наизнанку То есть Я имею ответственность Перед государством Я хочу понимать Что если завтра Мои данные И я об этом узнаю Будут у кого-то Я хочу знать Зону ответственности С кого я могу Это спросить Они такие Скажут Вот этот Сервер Виноват Сейчас мы его Разломаем На ваших глазах Да Вася Пупкин Где-то украл Убежал Давайте С него Вот этот Который С Фомса Иванбаев Сидит там А что же С него не спросите Что же Вы не вернете назад Что же Вы не накажете Показательно Как-то нет Вот И вот эти Моменты Когда я чувствую Что государство Не дорабатывает Меня очень сильно Это смущает И поэтому Я честно говоря На сегодняшний день Я Молоток Это инструмент С помощью которого Я могу строить Молоток Это инструмент С помощью которого Я смогу убить Вот эти Консолидация Баз данных На сегодняшний день Это очень страшная вещь Но при этом Как вы сказали Неизбежная К сожалению Неизбежно Деваться некуда То есть Мы живем В таком мире Остается молиться Чтоб тебя пронесло Я начал Наш разговор О том Что я не хотел Вдаваться В конспирологические Какие-то вопросы Где точно У вас будут Жалять чип Под кожу И контролировать Ваше поведение Но как-то К этому все идет Я очень советую Посмотреть Зрителям Я недавно Посмотрел фильм Это серия Английских детективов Называется Последний враг Последний враг Камбербэтч играет Шерлок Омс Вот точно И там И про вирусы И там Очень сильная Как раз По созданию ID-карт В которых прописана Вся ваша биография И создание Вот этой Консолидированной Единой базы данных Против которой Пытаются Там что-то делать Но в конечном итоге Ничего сделать не могут И там В конце фильма Есть очень такой Интересный диалог Двух артистов Двух актеров О том Что Сторона Которая Говорит Защищает Точку зрения О том Что Эта база данных Необходимая И государство Только сильнее Станет И обыкновенного Гражданина Который Говорит Извините Мне-то что Мне от этого что То есть Вы полностью Меня разделили Догола То есть И где гарантия Что Я в принципе Нормально Смогу жить Завтра То есть Никто этой гарантии Не дает И в том Фильме тоже Вот я про этот фильм Та и говорю На самом деле То есть Там герой Оказывается У разбитого корыта Со своими страстями Андрей Дмитриевич А если вот так Вот Скажем Вот вы Государство скажет Что в случае утечки Будут наказаны Те-то 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 В этом случае Фильтр Будет надежнее Ну по крайней мере Хоть Относительно того Когда нет Четкой ответственности И все размыто Понимаете Такая штука Я недавно Смотрел Один вебинар Госпожи Касперской Где она Она обозначала Что на самом деле На сегодняшний день Она возглавляет Компанию Инфо-Вотч Это одна из самых крупных Компаний Которая занимается ДЛП-системами На рынке Не только Россия Но и стран СНГ Международных И она говорит Очень интересную вещь Она говорит Что на самом деле На сегодняшний день Все равно Остается главным Риском Это человек Почему? Потому что Если мы рассматриваем Инфраструктуру Информационной системы То мы можем Рассматривать Как жесткую систему Жесткую систему В которой я прописываю Определенные правила Из-за которой Система не выйдет Человек является Мягкой структурой Терминология Мягкая структура Это Где в принципе Просчитать И запрограммировать Результат Вы никогда не сможете По самому Потому что Это человек Да Потому что В принципе Есть психология Есть вещи Которые На сегодняшний день Программированию Не поддаются И поэтому Когда пытаются Эти две системы Сейчас каким-то образом Совместить А это вот Совмещение происходит На вопросах Искусственного интеллекта Это Обработка Больших данных Целая там Система алгоритмов То есть Мы прошли этап Когда Нарабатывались программы Которые Обрабатывали данные На сегодняшний день Это вообще Не проблема То есть Инструментарий Работы с данными На сегодняшний день Достаточно хороший То есть Есть дорогие программы Дорогие системы Есть менее дорогие А вот Консолидация Сейчас работы Идет Именно с Накоплениями Больших данных Что с ними делать И те Кто нормально Понимает Или придумали Алгоритмы С помощью которых Я могу анализировать Ваше поведение Ваши привычки Вашу болезнь Ваши предыдущие работы Все что угодно То есть Всю вашу жизнь И строить модель Которая подходит Под мое понимание Бизнеса Вот Это сейчас Наиболее востребовано Честно Я могу сказать Что этим занимается Куча компаний В том числе Первое кредитное бюро В котором я работал До последнего времени То есть Они строят Такое понятие Как Data Lake То есть Это Некоторая Большая помойка В которой Собираются Все данные О человеке И потом На этих данных Выстраиваются модели Которые в принципе Улучшают Какие-то Модели Рейтинговые модели Скоринговые модели Которые Помогают Допустим Финансовым институтам Делать более точные прогнозы Оценку По Вашей кредитоспособности Чем вас можно нагрузить Что вас можно ожидать Ну Какие-то Вот такие вещи И поэтому Это является Товаром На сегодняшний день Вот Вы живете А все остальное Что происходит вокруг вас Каким-то Собирается Отовсюду Это видеокамеры Это система Датчик Информация Это товар Это товар Этот товар Продается И причем Еще раз хочу Никто не спрашивает Вашего разрешения То есть закон Персональных данных Здесь получается Неприменим То есть я нигде Никому не давал согласия Но тем не менее Все сейчас борются За то Чтобы собрать Максимальное количество Данных И каким-то образом Агрегировать Перерабатывать И выдавать Вот я буквально Удивился Когда слушал Господу Касперского И сказал Я рассказывал Есть в этом зале Пример Каким образом Сейчас пишутся Вирусы и антивирусы Есть такая Притча Воязыцев Что Лаборатория Касперского Сначала пишет Вирус А потом на него Антивирусы продает Касперского Касперского Сказал Что нет Если вы Сейчас зайдете Допустим В Дартнет Глубокий интернет То есть Там есть Целое направление Компании Которые предлагают Вам Создать вирус На основе Искусственного Интеллекта Это показывал Илья Сачков Из компании Группа ИВИ То есть Панель На которую Вы заходите И говорит Я хочу вирус Допустим Шифровальчик Для компании Или для банка Центр кредит И с помощью меню Вы выбираете Определенную Последовательность И вы получаете Продукт Который вы В принципе Можете использовать Таким же образом Можно собирать Данные Из Совершенно Других Разных потоков Потоков О вас И эти потоки Консолидировать И потом использовать Против вас Или для того Чтобы продать Эту информацию Я так понял У вас рецепта Нет Что будет И как Минимизировать Проблемы И потери Каждая компания На самом деле С этим борется Сама То есть Первое Это конечно Работать С квалифицированными Специалистами Но здесь большой риск Чем более Квалифицирован Специалист Тем Более доверительное Отношение То есть Опять Начало нашей беседы Вы должны ему доверять Второй Здравый Смысл Опять К этому Возвращаюсь Но если Здравого смысла Не будет И вы будете Этого Специалиста Контролировать По всем Порядкам Ну естественно Либо он уйдет Либо Он опять Вам что-нибудь Совершит Ну и потом Если вы очень Зарегламентируете С точки зрения Безопасности Ваш бизнес Это нельзя Понятно Он умрет Из-за регламентации Он просто умрет Из-за регламентации Поэтому Здесь нужен Такой баланс Специалистов По информационной Безопасности Которые Не просто Работают Чисто с программами С Кюрадаром И еще Не знаю С чем-то Их на сегодняшний день Мало Но они есть Специалистов Которые понимают Как это работает Как генерируются Эти данные И могут Аналитическим образом Для компании Построить модель Как эта компания Должна выжить Их на сегодняшний день Очень мало Очень мало Поэтому С точки зрения Рекомендаций Я Честно говоря Не знаю Вот Из круга Моего общения Таких людей Достаточно немного Даже в России Большое спасибо У нас в гостях Был Андрей Ваякин Мы разбирались С проблемой Сохранности Персональных данных До свидания До свидания До свидания